На телеканале ЖИТСУ стартовал второй сезон телепроекта Дельмар. Он направлен на развитие коммуникативной культуры и формирование навыков публичного выступления. Кроме того, проект позволит участникам развивать память и мышление, включать умения сопоставлять, анализировать и самостоятельно добывать информацию. Принять участие в республиканских дебатах собрались команды из Казалардинской, Туркестанской, Жамбылской и области Абая, а также из города Алматы. О том, насколько продуктивным был первый день съемок республиканского телепроекта, расскажет наш корреспондент. Дебаты – это четко структурированный публичный обмен идеями, суждениями и мнениями по актуальным темам. Кроме того, это и яркая, зрелищная, интеллектуальная игра, а также перспектива для активных молодых людей, будущих лидеров общества. По словам участников проекта Дельмар, из Туркестанской области атмосфера зала притягательна и по-особенному манит своих зрителей. Ведь помимо присутствующих в зале, лицезреть за этой игрой будет огромное количество людей, находящихся по ту сторону экранов телевизоров. Это очень интересный конкурс. К тому же он способствует развитию свободного мышления, а также помогает обрести опыт и навыки ведения диалога с оппонентом. В момент дебатов каждый участник должен прямо и понятно для аудитории донести свою мысль. Ранее я сама испытывала в этом плане трудности. Однако сейчас я думаю, что преодолела этот барьер и нахожусь здесь, чтобы принять участие в этом интеллектуальном застязании. Программа Дельмар стартовала в декабре 2022 года. Это совместный проект областного управления образования и телеканала ЖТСУ. В ходе конкурса участники команд обсуждают самые актуальные темы в обществе. А главной особенностью этого сезона стало условие о наличии в командах по одному представителю других национальностей. Оба ЖТСУ представляют собой три команды. Для участия в проекте приехали ребята из других областей страны. Победители будут определять в ходе игры. Хочу отметить, что уже заметен уровень мышления у членов команды. Главная цель проведения такого мероприятия – это развитие умения дискутировать на казахском языке. Хотелось бы, чтобы количество активистов и числа молодежи росло с каждым днем. Стоит отметить, республиканский этап телепроекта состоится в конце апреля, а сама программа продлится до июня текущего года. По итогам соревнований победители будут награждены специальными дипломами и денежными призами.